Сегодня я предлагаю, знаете, как немножко отойдя от традиции, мы там высмеиваем артистов, высмеиваем каких-то деятелей культуры. Сегодня все-таки происходило то, что называется не самое тривиальное событие, и я уверена, что особенно для нашей украинской аудитории это будет еще раз и еще раз приятно. Во-первых, услышать, что мы получили первый свой Оскар, а второе, само значение культурной дипломатии. Я напомню, что «29 Мариуполя» получил сегодня Оскар, документальный фильм, ну и как сказал сам режиссер, хоть и звучит это странно, но он хотел бы никогда не снять этот фильм, а я его понимаю. А многие хотели бы никогда этого не пережить, не стать участниками, не стать героями, ну и мы, наверное, не иметь все эти темы к обсуждению. Но историю невозможно переписать, ее невозможно изменить, а вот внести такие какие-то памятные вещи, которые будут о нас говорить по-другому, очень важны. Про культурную дипломатию и о том, чем этот фильм мог бы в частности еще и еще привлечь внимание на западную аудиторию. Как вы считаете, что такое Оскар подобному фильму? Ну, смотрите, Оскар-премия, несмотря на то, что они постоянно отказываются ее считать политизированной, она все-таки премия политизированная, будем говорить прямо. Мы видели фильмы, которые из политических соображений поддерживаются Оскаром. Понятно, что оскаровские академики, вообще кинематографы, американский Голливуд – это продемократическая среда, и они всегда ставили высоко вопрос прав человека, поддержки унесенных народов, агрессию против них и так далее. Не случайно Оскар получал фильм «Навальный», не случайно в данном случае получает украинский фильм с такой тяжелой драматической темой получает Оскар. Вот вы можете себе представить, чтобы Оскара дали семейке Симонян и вот этого ее обмылка, значит, за крымским мостом? Или там вот какие-то, я забыл названия какие-то, где они друг друга пилят, режут, вот по поводу. Нет же, нет же, то есть, а Оскар – это главная премия, как Нобелевская премия по литературе, ну, например. Этот фильм получает заслуженность, я сам фильм не видел, не могу оценить художественные достоинства, ну, я и не являюсь большим специалистом в области киноискусства и так далее, с точки зрения оценки, да, я не возьмусь судить. Но политически-то очень важно поддержать, я всегда считал, что кино во многом, конечно, влияет на сознание. Современный вид искусства, конкурирующий, там, не знаю, с компьютерными играми и сериалами, но, тем не менее, мировой кинематограф, а это американский во многом кинематограф, определяет и вкусы, и сознание, и направление движения, и отношения, если хотите, вот что добро, а что зло. Нравится это кому-то, не нравится, но это так. Вот, и во многом они же угадывают, то есть, задача искусства со злом-то бороться, и поэтому средством искусства, потому что, ну, понятно, что Оскар – это не вагон снарядов, это другое, но оно воздействует на сознание людей, потому что оно определяет, влияет на их отношения, вот, а отношения – это, безусловно, действия дальнейшие. Поэтому важно получать Оскар и то, что такие картины, документальные картины, украинские картины, режиссеры, группа, состоящая из украинцев, получали такие премии, заслуженные награды, понимаете, потому что конкурируют с ними, знаете, какие-то совершенно безумные, там, ну, это о чем-то, о моде, там, еще что-то, а тут о людях, а тут о войне, а тут о жизни и смерти. Серьезные вещи, поэтому оценка их, конечно, она политизирована, и не будем мы себе обманывать, конечно, политизирована, естественно, политизирована, но это такая хорошая политизация, которая, в общем, отвечает тому, что искусство, да, оно, конечно, может находиться вне сиюминутной политики, как кажется многим, но оно не снимает с себя обязанности, определяет зло злом, добро добром, понимаете, люди, которые очень многие, я часто говорю, хотят жить отстраненно, вот такое количество людей встречал, которые какие-то, знаете, а нам что война? Мы вот отдыхаем, мы развлекаемся, мы то делаем, мы все делаем, ну, это жизнь насекомого, понимаете, насекомого в буквальном смысле, человек, который проводит свою жизнь на пляже, он, ну, в общем, подобен живет, это не значит, что это плохо и там нельзя это делать, речь идет о том, что человек, устраняясь от главных проблем, которые, может быть, не тебя касаются, может, ты их избег, но если ты безучастен в проблемах других, завтра они тебя коснутся, завтра они к тебе придут, вот искусство помогает людям, да, ощущать боль других людей, и в этом смысле, конечно, премия «Оскар» это важная метка, впервые украинский режиссер получает «Оскара», вот, ни у кого не повернется язык сказать, что не заслуженно, потому что то, что наверняка происходит на экране, просто у меня нет времени все посмотреть, в Мариуполе мы и так знаем, что за картинка там была, понимаете, нам даже кино не надо смотреть, мы в этом кино как бы почти проживаем, почти проживаем, так что я считаю, что это этапное событие, очень важное, возведенное в такой высокий ранг, понимаете, это заслуживающая и внимания, и уважения работа, которая наверняка скажется на много чем, так сказать, и будет иметь продолжение, определенно. Тут интересно, когда вы говорите про желание отстраниться, это ведь чувство, которое не чуждо и украинцам, я могу на нашем примере показать, как с 2014 года, вот издаление сначала АТО, потом операции объединенных сил, она ведь тоже отчертила мир от войны, и очень многие были на пляже, как вы говорите, это мирная Одесса, это абсолютное большинство наших территорий, которые не оккупированы, не обстреливаются, и для многих казалось, что это уже вообще какая-то другая история, и эта беспечность, она нам стоила слишком дорого, потому что потом мы все в нравной степени проснулись 24 февраля, и оказалось, что невозможно от войны убежать, когда вот она уже на твоей земле, и это, конечно, во многом касается европейцев, просто это отсрочено во времени, и точно так же отстранено, наверное, где-то хотели бы жить и в том же Ватикане, вы знаете, что все эти дни, в общем, Папа Римский попал у нас, конечно, в черный список, как распяли бедного папу, но он, собственно, не в первый раз сам заслужил, да, он сказал о том, что Украина должна иметь отвагу белого цвета, белого флага, и быть готовой вести переговоры. Конечно, мы понимаем, что белый флаг, он не имеет никаких других смыслов, кроме как капитуляции, да, ты сдаешься. Мне еще понравилось, как министр иностранных дел Украины Кулеба сказал о том, что флаг Украины синий-желтый, и об этом нужно не забывать. Вот это вот, собственно, все, что мы могли бы показать нашему врагу, что и делаем на фронте. Тем не менее, сейчас Папа Римский, там, точнее, его канцелярия, они пытаются уже как-то отмотать. Значит, мы готовы приехать в Киев, мы готовы приехать в Москву обязательно, то есть вот такая дипломатия, тем не менее, суть остается сутью, да. Папа Франциск, он же сказал то, о чем думал, что ему кажется, что все это можно замирить, что можно простить, забыть Мариуполь, когда, как мне говорят, по христианским канонам ударили по одной щеке, и поставь вторую. Только мне кажется, что тут же речь идет не о том, чтобы выдержать удар, а о том, чтобы быть убитым. Одним словом, Папа искренне в это верит или Папа немножко заинтересован? Смотрите, ну, Папа, они сейчас будут списывать на деменцию, ему 86, да, Барголь, 86, ну, что-то такое, да. Здесь какая проблема? Мы, кстати, с Белковским буквально вчера это обсуждали. С одной стороны, во-первых, делали Папы лезть в текущую политическую какую-то историю, связанную с войной, одним говорить, что делать, другим не делать. То же странная какая-то вещь, потому что, ну, роль церкви, она несколько другая. Я понимаю, Ватикан это государство, и он тоже может себя мнить, значит, главой этого маленького государства Ватикана, но, тем не менее, канонически то, что он предлагает, ну, совсем как-то не клеится с катехизической доктриной и вообще всем остальным. То есть, а что же это такое означает? То есть, одни должны сдаться злу, должны поддаться те, кто, в общем, стали жертвами. То есть, тоже странная какая-то вещь. А почему он не обращается к Москве? Почему он обращается к Украине? Почему он там это, не называет их сатаной, или там проклинает, или там насылает проклятие? Что-нибудь такое? Экзорсизм. В общем, занимается изгнанием дьявола из медведя. Очень я бы тоже поучаствовал, поддержал что-нибудь, какие предметы для... Ну, там, можно же ему специально как бы из него выгонять дьявола-то. Ну, кочеву, вместо его загнать. Да, я и говорю, я бы поддержал. Но сам не стал бы, я как-то не по этой части, но, в принципе, если кто-то хочет. Вот. А я к тому, что не делал папы вот в это все как-то лезть. Вот. Мне кажется, такое ощущение, что он сам очень хочет выступить миротворно, повысить роль влияния церкви падающей. Определенно пасла сокращается, хотя это самая большая конфессия, так сказать, один миллиард прихожан католической церкви. Но, понимаете, как времена те ушли, когда папы вершили судьбу правителей. Ну, нет этого давно, понимаете? И он выступает, получается, как какой-то, ну, типа Илон Маск. Я его-то уже сравниваю с такой. Вот тоже какой-то что-то заявляет, не своим делом занимается. Ну, ты иди ракеты делай, ты иди служи в церкви. Зачем вы лезете, если вас не просят? А такое ощущение, что они навязываются. Вот он сам просит, возьмите меня в качестве посредника. Давайте я в Москву съездю, в Киев съездю. Ну, нет этого, понимаете? Ну, нет. Кто-то ищет в этом подоплеку каких-то особых взаимоотношений, экуминист, по экуминической линии РПЦ, Ватикана, через это какие-то денежки и т.д. Я не знаю этого, ничего, не думаю, что там какие-то деньги крутятся, у Ватикана не так достаточно денег. Не думаю, что Москва там кого-то купила, папа Барголи, он в целебате, ему уже в возрасте таком, что деньги, мягко говоря, я не знаю, на что ему тратить. Вот. Если он озабочен, как иезуит, богатством вообще Ватикана, ну, наверное, какие-то, в общем, возможности можно другие изобрести. Просто я не думаю, что это примитивная какая-то покупка или полезный идиот, или агент там. Просто такое ощущение, что церковь все время пытается, вот прежде всего папский престол, взять на себя функцию, которую он не может реализовать. Он не может ничего из нее извлечь с точки зрения пользы для людей, общества, для мира, для войны. Ну, нет этой возможности. Где ваш рычаг? Как когда-то Сталин сказал, а где ваши дивизии у этого Ватикана? Сколько лет? Вот. Поэтому на самом деле, мне кажется, если бы он оставался несколько в стороне, это бы большую роль сыграло. Ну, либо уж точно определил, кто здесь хороший, кто плохой. Где добро, где зло. Оно-то очевидное. Мы-то пользуемся не морально-этическими принципами церкви, нам и так все ясно, кто на кого напал, кто кого убивает. Если бы Украина напала на Россию, можно было сказать, это вы агрессори. Но ведь это же не так. Но Россия не... То есть Украина ни на кого не нападала. Так ты дай оценку этому. А нет, мы так не будем говорить, тогда Путин с нами не будет встречаться, разговаривать. Но так же это звучит. Надо задобрить, надо вот не злить диктатора. У него же армии, дивизии, танки, самолеты. Не надо. Фабы, опять же. Давайте мы как-то вот лучше на Украину, которая попроще, у которой дефицит боеприпасов, и она нуждается в помощи союзников. Вы тогда скажете, ну вы кидывайте белый флаг. Ну что вы? Ну вы же видите, выкиньте белый флаг. Почему объединяетесь с сильным, который даже не прав, а не пытаетесь объединиться со слабым, поддержка которого заслуживает куда больше уважения и почтения. И во всяком случае воспрепятствует дальнейшему скатыванию мира вот в этот адище. Понимаете? Нет, вот как-то сиюминутно хотят. Ну мы вот на одной ножке проскочим, задобрим диктатора Путина, ну на вот тебе там сколько-то процентов территории Украины, и вроде как все замрет, и будут все за Нобелевские премии выстраиваться, значит, в этот комитет, и получать, и будут говорить, да, какие великие люди, и так далее, и так далее. Вот это странная позиция, что нужно все время требовать чего-то от того, кто живет по правилам, является демократией, в конце концов слабый по сравнению с сильным хищником, и так далее. Странная позиция. Ну понятно, что право сильного, но если это так, даже церковь устанавливает эти правила, то зачем тогда церковь? Чужо вы удивляетесь, что падает паства, там число людей, прихожан, это же логично тогда все. Тогда, естественно, если за этим смотрят католики, и скажут, ну ничего себе, так я лучше неверующим буду. Так что вот так. И мне кажется, что здесь они явно сплоховали, но это не первое такое заявление, двусмысленное. Если кто-то сказал, ну ладно, ну что вы прицепились, тут вот к словам цепляйтесь. Ну сказал, сказал старый человек. Нет. Нет, это позиция. Давайте не будем обманываться, это позиция. Она такая какая она есть, хорошая, плохая, но она такая. Посмотрим, что дальше будет происходить. Это интересно, потому что когда вы через беду вспомнили Илона Маска, у меня тоже, когда читаешь какие-то просто заявления, которые вызывают у тебя возмущение, ты начинаешь сразу перебирать все остальные. И Илон Маск, конечно, тоже в этой конве очень вкладывается в эту историю. А с другой стороны, я, Марк, подумала, может быть, папа не просто старенький, а папа еще и очень ограниченный в том, в каком информационном пространстве он находится, потому что, ну, вряд ли можно себе представить, что он там подписан на 350 анонимных телеграм-каналов, что у него подписка со всех стран мира западной прессы. То есть все равно есть какой-то человек, который ему складывает картину мира. Ну, вот приходит к нему условная Арнелла Мути, достаточно уважаемый по сегодняшний день человек, наверное, и в Италии в том числе. А она сегодня, ну, там или на днях, она побывала в Мариуполе. Вообще для меня, конечно, это удивительно. Я так себе на секунду представляю, что меня зовут, не знаю, Валепо. И говорят, мы тебе заплатим 50 тысяч долларов. Встань на фоне разбитого дома и скажи, как же прекрасен этот город после того, как его уничтожила российская армия своими ракетами и бомбами. И я такая говорю, конечно, почему бы и нет. То есть это удивительно, потому что этот человек, представитель западного мира, западной культуры, из достатка. Но тем не менее, она едет на братскую могилу, которую как раз можно сравнивать разве что с городами времен Второй мировой войны. Тем не менее, значит, там вот она присутствует. Может быть, в том числе далеко не все вообще отстреливают, что происходит. Вот им, значит, привезли в красивое место, и они не знают, что здесь недалеко на родильное отделение или там на драмтеатр сбрасывали бомбы. Ну, что касается конкретно Арнелла Мути, я думаю, что там у нее просто есть такие, знаете, из тех лет, из 70-х поклонники из числа Кремля. Ну, они какие-то деньги ей дают, она там ездит. Кстати, Адриана Челентан, который недолго имел с ней роман и живет в своей море, значит, уже много лет, он уходил от нее несколько лет к этой Арнелле. Он поддерживает Украину, по-моему. По-моему, где-то он что-то такое заявлял по поводу Украины, кстати сказать. Да и все приличные люди в основном украинки поддерживают, что очевидно. Я думаю, это денежный вопрос. В частности, такие вещи происходят, мы такое видывали. Вот. Москва это сама любит. За деньги там на-на-на-на-на-на, значит, привезти кого-нибудь, показать. Вот. Так что, с этой точки зрения, меня как раз не удивляет, все равно находятся такие люди, которые, за мелкий прайс могут скататься, что-то изобразить. По-моему, это никакого впечатления особенного не производят. Но сам факт, что люди, субстанции несовершенные, понимаете, мыслят материальными категориями, ничего с этим не поделаешь. Вот. Они очень жадны зачастую. Поэтому, ну, что делать? Приехала-приехала. Приехали-забыли, понимаете? То есть, это в данном случае актеры, как говорил Колчак, вместе с проститутками-извозчиками. Я не говорю про всех, но я говорю, что профессия, которая предполагает оплату. Поэтому в данном случае это не показать ничего. Вот. Но что касается, в целом, информирован ли Запад? И да, и нет. И да, и нет. В чем-то вот вполне себе они, если хотят, какая-то среда референтная, она, безусловно, все знает. То есть, establishment, не знаю, французский или итальянский, прекрасно все знает. Иначе откуда возьмется позиция Макрона нынешней или Мелони, премьер-министра Италии? С чего бы? Хотя, казалось бы, Мелони находится в союзе с какими-то Сальмени, да? То есть, казалось бы, есть кому воздействовать. А нет. Это не так. Больно на дурачка ты не возьмешь. То есть, те, кто хотят, они правду знают. Вот так я вам отвечу. Те, кто хотят, правду узнают. Мы же в информационный век источников больше, чем нужно. Любой человек, который приискивает информацию, ее найдет. Разговоры о том, что, ой, мы не знали, ой, да что там в Мариуполе у вас, еще где-то. Ну, это просто людям это не надо. Им так удобнее, им так выгоднее. Может, они просто не желают. Поэтому, я бы не считал, что есть какие-то проводники сквозь, значит, толщи информации, которые кому-то что-то докладывают, рассказывают. да. Наверное, папе Римскому что-то и докладывают. Но он же папа, понимаете, всегда найдет возможным. Что же, у тебя миллиардная паства, а ты общаешься с двумя-тремя своими иезуитами, которые при тебе, с секретарями, ну, тоже как-то, да, ну, толсто, толсто. Поэтому я глубоко убежден, что это больше отмазка похоже на отмазку. Там так удобнее, так выгляделее. Я не зря об этом вспомнила, потому что это все складывается в такую историю культурной дипломатии, но мы, естественно, с вами будем говорить более серьезно, самый настоящий, о той дипломатии, за которой стоят большие страны, потому что сейчас вышел большой материал на тему того, что Китай и Швейцария настаивают на том, чтобы Россию пригласили на саммит мира по Украине. Я напомню, что Швейцария выступила стороной, которая говорит, мы будем площадкой, куда вы можете, значит, всех приглашать. Единственное, что вот сейчас то, что Швейцария на этом настаивает, это все-таки информация появилась в китайском издании, то есть так это или нет, мы узнать не можем. Но, пользуясь случаем, мы с вами, Марк, можем предположить, а что может нового сказать Россия, даже если они оказываются за столом переговоров, ясно, что все это последствия визита Лихоя. Россия предлагают или настаивают, или указывают убрать свои войска с территории Украины. Они говорят нет. Россия говорят о том, что они, конечно же, должны вернуть всех военнопленных и гражданских, и украденных детей. Россия говорит нет. Затем говорят о том, что нужно обязательно выплатить репарации и восстановить Украину. Они говорят нет. Так о чем нам говорить? Что это за дипломатик, которая бесконечно нам предлагает то, что уже было пройдено множество раз и что абсолютно не срабатывает? Ну, во-первых, вот смотрите, на что натыкается, собственно говоря, любая инициатива по попытке привлечения Москвы к переговорам. Все эти страны, и швейцарский формат, в том числе по формуле мира, они же исходят из чего? У нас есть база, это международное право. То есть мы основываемся на его нормах, обязательствах, взятых странами на себя, договорах, неких обязывающих, основополагающих документов, будь то ООН или любых других. Россия не исходит вообще ни из какого международного права. Я много раз говорил, что она выпала из системы международного права уже достаточно давно. Нет механизма воздействия на Москву для того, чтобы заставить ее это международное право соблюдать. А вот все эти инициативы, какие бы они были, вплоть до Стамбульской, они исходят из этого, из этого примата международного права по отношению ко всему остальному. Даже Китай, я вам напомню, вот на годовщину, в 23-м году, в феврале, опубликался в 12 минут. Какой там первый пункт? Соблюдение норм международного права, признания суверенитета, международного признания границ. Погодите, если все исходят из примата международного права, даже такая страна, как Китай. Ну, Китай и тот хочет соблюдать, так и ни с кем не воюет. Начнем с этого, он нигде, никаких военных операций не осуществляет, никуда не вторгает. Ну, так или иначе, хотя это, в общем и целом, тоталитарная как бы система, ну, специфическая, тоталитарная на нынешнем этапе. Россия не признает вообще ни в каком виде международного права. Тоже же они манипулируют, когда им выгодно, они к чему-то там апеллируют в связи с нормами международного права, каким-то обязательством, еще чем-то. Это ни о чем не свидетельствует. Так как вы можете провести с ними переговоры, если они из этого не исходят? Они исходят из красных линий, это то, что хочу, там где и прочертил. Они исходят из, значит, своих интересов, первичности их, геополитических, страновых, безопасность, так как они ее интерпретируют и так далее. Мир многообразнее, они говорят, нет, мы его сделаем под себя однообразным. Вот страна соседняя не хочет оставаться в пространстве контроля Москвы, хочет куда-то идти, ну, так нормальное международное право, как говорит, ну, имеет право. Так же, как вон Куба под боком у Америки, она продолжает становаться коммунистической страной, со всеми глюками и так далее. Несмотря на то, что, конечно, в прежние десятилетия, там, может, и предпринимали какие-то усилия, чтобы как-то от режима Кастро избавиться, но тем не менее. А здесь, значит, страны, которые бегут на запад, сломя голову от Москвы, сломя голову бегут все народы, страны, континенты. Не дай бог только не остаться под контролем вот этого вардала. Чего вы удивляетесь? А они говорят, нет, так не пойдет, не будут вступать туда, не будут это, эти куски территории мы себе оставляем. Ну, так погодите, как можно сесть с ними за стол переговоров, ты приходишь, вы, это как с инопланетями разговариваете, у них один язык, у всех остальных другой. Ну, и что вы добьетесь? Поэтому, конечно, ни одна из этих инициатив, она никуда не пойдет. Я, честно говоря, и сразу всегда говорил, я вот с вами даже в эфирах, ни формула мира, ни там эти договоры о послевоенном обеспечении, гарантии безопасности Украины, двусторонних, которые подписываются. Ну, честно говоря, на войну конкретно они никак не влияют. Вообще никак. Да? Ну, вообще никак не влияют. Поэтому приглашать Россию на Швейцарию, ну, приедет какой-нибудь Небенеджу пошлет, ну, ладно, Лаврову пошлет. И что? Ну, и что? Ну, это все равно как Медведева послать, понимаете? Разница, в принципе, только ситуативная. Вот. Ну, поэтому, честно говоря, разговоры о том, может, будет Россия, не будет участвовать в России. Надо принципиально решить, а вы на основании чего будете искать этих дипломатических иных компромиссов? Другого, других основ для этого, кроме международного права, нет, их не существует. Сама Россия являться должна гарантом, по идее, этого мира, такого устроенного, в котором международное право определяющим является, поскольку она страна спонсоров и создателей, учредителей ООН, Организации Объединенных Наций, которые международный безопасность, международное право ставят как универсальный инструмент во главу всего, понимаете? Ну, иначе просто народы не смогут договориться, будут только воевать. И они же нами это отрицают. Поэтому я, честно говоря, разговоры про то, чтобы в Швейцарию пригласить Россию, о чем-то с ней разговаривать, ну, это опять по столу в ад. Это бесполезно абсолютно. Поэтому я даже думаю, что надо не запариваться. Ну, да, Украина пытается скорее через это, как я себе понимаю, тактику Зеленского, вовлечь как можно больше союзов, чтобы они помогали именно Киеву. Кто-то с нарядами, кто-то ручками, понимаете? Но, тем не менее, это попытка заручиться поддержкой как можно большего числа стран. Логика есть в этом. Безусловно, если, например, она доведет до того, что глобальный юг, или, в частности, Китай, или, там, кто-то скажет, да, а мы лучше считаем, что Киев прав. Понимаете? Может быть, там Зеленский поедет все-таки в Пекин, встретится с Дзинпином, скажет, что-то же не дело. Мы тут вот так думаем, но у нас союзнические отношения с Россией там какие-то и так далее, но, тем не менее, да, если это этому способствует, наверное, это не зря. Но вот разговоры о том, что можно провести большую международную конференцию с участием России, но только в одном случае, если, так сказать, она проиграет войну. Тогда, да, сразу, знаете, и международный право заинтересует, и разговоры начнутся, и про репарации, и про все остальное. А так, я смысла не вижу, перспективы не вижу. Ну, смотрите, мы знаем прекрасно условный список требований от России. Они, как говорят, все, как есть сейчас, мы все сохраняем, и вот это наш мир, значит, дальше мы не стреляем. Параллельно с этим уже не первую неделю в разных ракурсах с новыми деталями и подробностями мы с вами обсуждаем инициативу Макрона. Сегодня стало известно, это очень важно, что предыдущие визиты отменялись из-за того, что Макрон хотел максимально согласовать свои позиции с союзниками, да, не про то, что я отказывала, что здесь на него готовилось покушение, но на самом деле причины, почему он отменял свой визит, они были более серьезные. Далее у нас есть сегодняшнее заявление президента Чехии, Петр Павел говорит, слушайте, так, а ничего не нарушается, никаких международных правил, если гипотетически потом, когда-нибудь, может быть, войска НАТО окажется на территории Украины, это будут вспомогательные работы, и они вообще давным-давно ведутся с 14-го года, так или иначе, инструкторы, обмен опытом и тому подобное. И я вот себе так подумала, Марка, что если все эти телодвижения, за которыми пока мы не видим абсолютно никаких реалистичных действий, это для того, чтобы повлиять на тот самый список условных требований России, показать, что смотри, мы тебя сейчас сбалансируем, и ты перестанешь нам рассказывать о том, что ты собираешься оставить за собой оккупированные территории, даже если ты внес, внесла эти территории к себе в Конституцию. Но вот таким образом, собственно, тоже попытаться пошантажировать, поспекулировать на эту тему. Ну вот смотрите, она же, эта инициатива 26 февраля, озвученная Макроном на конференции по Украине, она все равно не случайно появится. Это тоже от переговоров, усилий, она и продолжается ровно поэтому. То отыгрывает, то вперед, то назад, это она провокативная, безусловно. Они сами до конца не понимают, как ее реализовать, хотя я уже высказывался, что, так сказать, у них есть французский иностранный легион, состоящий из иностранцев, который контингент какой-то может собрать, соединение отправить. И, как я уже сказал, более перспективно я вижу создание зоны безопасности на западе Украины, вот в частности с авиасообщением, со всеми остальными делами. Но это мой взгляд со стороны, я, может быть, и не прав. Может кто-то скажет, да нет, это глупость, они направят по первости войска НАТО такие части, которые могут вступить чуть ли не в бой, или даже если их обстрелять, как-то ответить. Это символический акт. Символический. Если ты даже направишь две роты, это все равно будет уже весьма и весьма чувствительно с точки зрения политического какого-то обсуждения темы мирных переговоров и прекращения войны. Почему? Потому что, как говорит Павел, действительно никаких препятствий для этого нет. Это такая воля украинского государства, украинского руководства, которые могут пригласить эти страны, их армии, значит, привлечь их к каким-то выполнению обязанностей на территорию Украины в связи с войной. Разминирование, обучение, я не знаю, или просто обеспечение зоны безопасности, чтобы туда не прилетали ракеты, не прилетали пули, и так далее. Понятно, что речь идет о символическом противостоянии. Понимаете? Оно выражается в том, что одни пытаются диктовать свою волю, я имею в виду Москва, они же как говорят, не дай бог, появились, будем считать, что это объявление войны НАТО. Так вы же и так заявляете, что вы с НАТО воюете. Вы бесперерывно это объявляете. Ну так не надо обманывать их ожидания, нужно дать им такую возможность, почувствовать, как это бывает на практике. Проблема заключается в самом НАТО, которое, в общем, не решается. И много раз на разные лады заявляла о том, что мы не готовы к непосредственному боевому соприкосновению с Россией, потому что Россия ядерная держава, и все понятно, все понятно. Хочется ядерной войной. Но, понимаете как, а с другой стороны, а что Россия? Она что, остановится на Украине, если вы ее сдадите? Нет, они прямо открыто зачастую говорят, пойдем дальше. Более того, кто-то скажет, ну это там Медведев дурак, или еще кто-то, как же, как же, как же. А я вот читал меморандум, который в 21-м году в декабре Путин предложил двумя договорами, один соглашение с НАТО, другой договор с Вашингтоном, в котором четко, ясно обозначено, отодвиньте все границы мая 97-го года. Это то есть половина стран НАТО, весь Восточный блок должен демилитаризоваться. Кто сказал, что он не собирается пробивать дальше именно в соответствии с этими требованиями этого меморандума свои интересы? Почему он этого не должен делать? Почему он этого не будет делать? Какая здесь связь и какая зависимость? А я так убежден, что он будет это делать. А я убежден, что Украина это только первый этап. Понимаете? И тогда для Запада в этом понимании, в этом контексте, конечно, направление войск НАТО, это именно что отодвинуть перспективу войны непосредственной с Россией, там, неважно, в Кишиневе или в Сувалковском коридоре, на какое-то там ревизионное расстояние. Дождаться по времени, дождаться по территории, чтобы это не дошло до Европы, там, не знаю, восточной, центральной, а то и западной. Поэтому, на самом деле, шансы на направление какого-то контингента, они есть. Опять же, чисто символические. Не стоит говорить о том, что тут прибудут части, там, десятки тысяч, военнослужащих, этого не будет. Но символическое появление, оно ведь приближает и Украину к НАТО. Понимаете? Это же встречный процесс. Но если Украина вступит в НАТО, части НАТОвские, они же будут на территории Украины? Ну, конечно, будут. А как же они не будут? Если Украина станет частью НАТО, так надо форсировать этот процесс. Не мытьем, так как отнимем. Поэтому, на мой личный взгляд, направление какого-то количества соединений на территории Украины как раз может выполнить эту задачу. Тут нужно обязательно отметить тот же этот рывок за два года, потому что Макрон, он же четко обозначил, он говорит, если снова будет в опасности Киев и Одесса, и Киев и Одесса уже были в опасности, войска подходили из украинской столицы. Но тогда, два года назад, никто об этом вообще не говорил, ну, столица и столица, давайте эвакуировать президента. На сегодняшний день Макрон говорит, ну, вот если будет, то мы подумаем. И еще раз я подчеркну, что он сказал, что мне нужно было провести консультации, замерить пульс, температуру по палате с другими союзниками по НАТО, и вот сейчас, в марте, мы ожидаем его визит в Украину. Наверное, мне так кажется, это будет один из самых ожидаемых визитов, потому что здесь, конечно, вопросов. Друзья, достигая так условной середины этого часа, я вам напомню о том, что для нас крайне важно, чтобы вы обязательно не забыли оставить нам лайк для продвижения нашей информации, нашего эфира, чтобы как можно больше людей его увидело, услышало. Даже после прямого эфира, даже когда это будет просто видео, поверьте, весь этот алгоритм, он очень важен, и он нам помогает. Ну, и, конечно, не забывайте подписываться на YouTube-канал FIGI Live и YouTube-канал Курбанова Live. А еще мы настоятельно вам рекомендуем уже сейчас спланировать все для себя планы, чем вы будете заниматься в конце марта. В конце концов, у нас есть прекрасный вариант и альтернатива, чему можно посвятить одну из пятниц. Мы напоминаем, что 29 числа, совсем скоро, буквально через несколько недель, мы встретимся с Марком в польской столице, в Варшаве, и надеемся встретиться с вами, с нашим зрителем, кто живет в Варшаве, кто живет недалеко от Польши, у кого есть возможность к нам приехать. Это будет такая себе встреча оффлайн, посвященная, конечно же, десятилетию войны, хотя, как правило, эти встречи посвящены вашим вопросам, живому общению. Вы всегда хотите еще больше, еще интереснее услышать, в том числе от Марка Фегина ответы на самые интересующие вас вопросы. И вот такая возможность уникальная, она есть, потому что не так часто удается куда-то выехать, не так много мероприятий. И у Марка, ну уж тем более у нас вместе, поэтому мы будем очень рады, если вы к нам присоединитесь. Правда, Марк? Да, я, конечно же, призываю всех все-таки приобрести эти билеты, потому что мероприятие, которое ожидается, будет особенным. Я не буду сейчас раскрывать всех секретов. А вы знаете, я никого в ожиданиях не обманываю. Вы не пожалеете от того, что увидите, однозначно, потому что... А я? Я тоже не пожалею. Ну, Алена, вы и так знаете же. Нет, я все-таки думаю, что это интереснее прежде всего зрителям. Мы-то общаемся через день, а зрители имеют эту возможность избирательную, выборочную. Но мы не будем часто проводить их мероприятия. У нас даже в планах вот в Варшаве сделать последнюю такую вот встречу пока в этом сезоне, что называется. Посмотрим, как будет дальше складываться ситуация. Это зависит от многих факторов. И поэтому если если вы придете на наше мероприятие, то точно сможете пообщаться, задать вопросы. Это очень интересно, на мой взгляд. Вот Берлин ожидания не обманул. Как мне кажется, опять же, тут кому как судить. Вот. Поэтому найдите возможность прийти. Варшава место особенное. Это совсем близко к Украине. Так что те, кто там живут, и украинцы, и русские, и все остальные, которые бежали от войны, другие общины. Мы всех призываем прийти, пообщаться. Это достаточно теплая обстановка. Последний практически день марта, ну там за два дня до конца марта 29-го прийти в зал прогрессии, купить билеты по ссылке, которая размещена здесь, и увидеть все своими глазами. Да, друзья, мы будем очень счастливы, если к нам присоединитесь в этот день. Уже теплая весна, и нам, конечно, будет о чем с вами поговорить, и что обсудить. Поэтому воспользуйтесь обязательно этой возможностью. Я, честно говоря, Марк, безотрывочно в эти выходные, как думаю, многие наши зрители, следили за новостями, потому что анонс, по крайней мере, от посольства США не только был невероятно громкий, а событие так и не реализовалось. Ну, или там потенциальное событие. Я напомню, что первые американцы заявили о том, что в России, возможно, готовятся теракты. Теракты в Москве на это отводили 48 часов, а для нас, для украинцев, все, что, значит, там, измеряется 48 часов, все, что предупреждают американцы, просят выехать своих граждан за пределы территории страны, ты понимаешь, что вот это очень серьезно и значит, что у них действительно есть информация. Потом, без преувеличения, присоединилось большинство западных стран, и не только, их даже не имеет смысла перечислять, потому что, ну, практически все сказали, нужно ехать. Речь шла о том, что экстремисты должны были как будто бы в ближайшие несколько дней во время больших собраний в Москве атаковать толпу, включая концерты, и поэтому предложили, значит, своим гражданам покинуть территорию Российской Федерации. 48 часов истекли 9 марта, если я не ошибаюсь, вот по моим подсчетам, сегодня у нас 11-е, соответственно, уже еще на 48 часов события опаздывают. Ошибаются ли американцы, ошибаются ли западные разведки? Ну, наверное, да, ошибаются все, хотя с другой точки зрения, два года мы видим, как их прогнозы все-таки оправдываются. Разобрались ли вы, что за этим стоит, и, быть может, просто этот террористический акт немножко поставили на паузу, потому что это ведь очень в таких традициях Путина? Ну, я вот, честно говоря, как-то, опять же, у меня нет информации, я основывался исключительно на своей интуиции, на своих ощущениях. Мне казалось, что это какая-то фейковая история, запущенная самим Кремлем и самим Глубянкой. Для чего? Ну, станет понятно, наверное, ближе к 17-му, я бы так сказал. Мы дождемся событий связи с так называемыми выборами, это уже будет на следующей, на этой неделе, в конце недели. Выборов там, конечно, никаких, но, может быть, они специально накручивают ситуацию для того, чтобы создать некое тревожное ожидание, такой саспенс. Бог знает, с чем это увязывать, у них свои какие-то представления прекрасные, поэтому... Ну, а западные по сути, ну, как, они же заботятся о своих гражданах, если им поступила информация, даже полуофициально, от российской страны, от российских, то, слушай, а что им остается? Рисковать, не доводить эту информацию до собственных граждан, которые находятся на территории Российской Федерации, с учетом того, что Российская Федерация в принципе воюющая страна. Вот. Возможно, это в сторону Украины направлено, и украинских диверсантов, может быть так. Может быть, это какая-то комбо, то есть, в том числе против каких-то акций, которые могут сопровождать эти так называемые выборы, ну, они не опасны Кремлю там, типа полдень или еще что-то. Может быть, они как-то опережая события думают, что так они обезопасятся там от потенциальных возможных одиночек, которые будут мстить за Навального. Не, я не знаю. Но это не выглядит убедительно, потому что по одной простой причине. Обратите меня, а чем особенно эти 48 часов, а другие 48 часов не особенно? Чем именно сейчас? А что мешает, если есть какая-то такого рода опасность, предупреждать об этом в другие дни? А что, разве других таких не было событий, когда что-то взрывали, что-то, так сказать, прилетало, там, дрон или еще что-нибудь? Я не понимаю, откуда источник этой повышенной опасности в сравнении с тем, что уже было и не раз. Понимаете? Кремль врезался, дрон. А почему, собственно говоря, значит, сейчас это что-то более особенное? Ну, 48 часов прошли, может быть, через следующие 48 часов что-то и произойдет, какой-нибудь теракт. Но, повторяю, привязываться к каким-то ближайшим часам и как-то из этого выносить алармистское предупреждение собственному граждану, которые находятся на территории РФ, я вообще, так сказать, удивлен. Надо давно было сказать, всем съехать с РФ, там, граждан США или европейства, зачем там находиться? Там через день вот берут какого-нибудь очередного шпиона. Понимаете? А это не опасно? Это менее опасно, чем если дрон прилетит или там что-то взорвут. А то, что оказаться вот в казематах Лубянки, ну, точнее, Лефортово, на Лубянке будут допрашивать, это нет, это не считается? Ну, поэтому, как бы, я к этому отношусь больше, как к напоминающим ИПСО какой-то. Да, вы напомнили, что совсем скоро будут выборы без выборов и перевыборы Путина, и сегодня стало известно о том, что Россия решила открыть избирательные участки еще и на территории непризнанного Приднестровья. Я напомню, что на временно оккупированных украинских территориях, конечно же, там тоже выборы проводятся, как иначе, притом голосовать можно хоть тушкой, как угодно, украинский паспорт, российский, где бы то ни было, непонятно, где будут эти избирательные участки находиться, как, в каких условиях, но тем не менее проголосовать можно. А теперь еще и Приднестровье. Ну, ясно, там тоже есть люди с российскими паспортами и тому подобное. Сейчас МИД Молдовы, конечно же, негодует, вызывает посла, но это такое, знаете, как, Марк, нагадить, что ли, да, вот гаденькое что-то сделать. Мы можем, и мы это сделаем. К чему тебе эти два с половиной голоса, если ты на самом деле можешь записать 10 тысяч, 20 тысяч? Ты можешь написать, что за тебя проголосовало 300 миллионов людей. Вообще никто не будет проверять. Сейчас я смотрю, так много информации с явкой, какая она будет, какой будет процент избрания Путина. Интриги нет ни в чем никакой. Вот Приднестровье они решили все-таки захватить в плане голосования. И, конечно, здесь вспоминается, что уже и Гагаульзе, и Приднестровье обратились за помощью к России. И такое чувство, что это все-таки план в долгую. Мы еще не видим конечной цели, но если вы помните, как происходило с так называемыми самопровозглашенными ЛДНР, ведь там тоже Путин не сразу вышел и сказал, признаем, там были очень долгие телодвижения, и кажется, что Приднестровье тоже имеет свой сценарий. Ну, во-первых, так сказать, по голосованию. Ну, действительно, конечно, это только выполняет роль некого политического инструмента, а не реального сбора голосов там какой-нибудь несчастной Приднестровью и ему подобных. Но это вообще как-то не связано, потому что, естественно, выборов никаких нет, они просто могут сказать, хоть триллиард проголосовал, какая разница. Нет, это попытка некой аннексии политического пространства, а мы здесь есть, мы здесь вот даже выборы проводим. Какая же безумие, абсолютно, на территории другого государства берут, проводят без разрешения этого государства. Даже если у тебя люди голосуют, они идут в посольство в Кишиневе или куда-то, а как-то вы берете, проводите какие-то выборы, кто такие. Ну, и так далее. Российские граждане, если очень хочется сильно проголосовать, поезжай на российскую территорию, голосуй, какие-то проблемы. Кому это запрещено? Ну, просто как бы понятно, что это инструмент геополитического влияния, так сказать, вовлечения в всю эту смехотворную процедуру как можно больше своих кластеров-агентов, ну, лояльных тебе сред, типа Гагаузи и так далее, там настроения действительно промосковские, для того, чтобы говорить, ну, вот, бедные, несчастные под гнетом румын страдают, как говорится, Гагаузы вместе с преднестровцами, поэтому мы должны их освободить, конечно, крючок в эту сторону, как это мы слышали и видели в отношении что Грузии, что Украины и так далее, конечно, а почему нет? А почему нет? Поэтому, скорее, это действительно проброс именно в эту сторону, но сейчас это пока, пока идет война в Украине, это попытка, да, попытка Западу что-то продемонстрировать, вы там давайте на Украину воздействуйте, иначе мы вам устроим еще пару кипятильников, вон где-нибудь в Приднестровье, Сувалковский нарезок, как я сказал, еще где-нибудь, вы заставьте их, и тогда обо всем договорились, вы что, нам не верите? Вы не верите, что мы дальше не поймем? Вы не, нам не верите, понимаете? Оттуда руки говорят, нет, мы не верим, понимаете? Ну, такая-то смешной разговор, потому что, конечно, они хотят вовлечь в решение больших проблем, сейчас уже все забыли, вот эти страны, помните, он, Путин, давайте в Ялте, говорит, проведем форум победителей, там, вот такое, стран победителей еще с Второй мировой войны, это кто такой? Ну, был такой, сейчас рассказывают, все говорят, ну, фигни на ходу выдумывают, вы знаете, что инициатива была? Серьезно ее продвигали, до войны, естественно, в Украине, до 1922 года, какая Ялта, какие победители, ты посмотри на себя, вот, кого ты победил, поэтому, на самом деле, как бы, это все попытка реализовать всю ту же старую программу, некого реванша, некого возврата к влиянию такому большому геокалитическому пространству Большой СССР, Восточного Блока и так далее, и они будут это эксплуатировать, будут, это не остановится, и это все не случайно, и, конечно, они варианты готовили на 29 февраля на его выступлении в Федеральном Собрании, он мог что-то такое сказать более резко, а вот мы считаем, что Молдова под гнетом находится, понимаешь, мы вот должны там, у нас, мы же миротворческую миссию еще с конца 90-х, вот мы ее сейчас реализуем, так же как в Грузии, так же в других местах, ну это слова, это вообще ни о чем, вот, но так или иначе, конечно, и безусловно, мы должны отдавать себе отчет, что это форма реализации этой программы, вот и все, последующих аннексий, последующих агрессий. Там сегодня была информация о том, что собираются в России отменить договор о передаче Крыму в управлении Украины, потому что ему 1500 лет, можно потом, значит, отменить. Почему отменяет Российская Федерация, ее федеральное собрание, если принято, это было союзными органами? Ну, как бы, половину участников, которые принимали в этом участие, не реинкарнируешь и не вернешь, потом можно отменить капитуляцию Германии, снова их заставить подписать, и так, значит, по кругу, возвращаясь к былым каким-то моментам славы, пока на данный момент похвастаться России нечего. Было бы смешно, если бы, конечно, не было грустно, потому что все это в центре всего этого, как всегда, находится война в Украине. На этом будем ставить точку.